Стекло, пленка, пеноплекс, акрил, бумага, металлические нити. Все это сегодня рассматривается не в контексте строительно-отделочных работ, а как возможность воплощения художественной мысли. Интересно видеть реакцию, взаимодействовать с людьми, пытаться услышать, а как человек вообще видит картину, а вообще он что-то в ней видит или он просто видит какие-то штрафиевины. Я хочу помочь нашим жителям города как-то приобщить их к современному искусству, сказать, что, ребят, ну, если это вот то, что у меня представлено, это не значит, что я не умею рисовать. Это на самом деле нечто, за этим стоит идея и мысль. Эта концептуальная выставка называется «Красная линия». Выбранная метафора символизирует границу в различных значениях этого слова, будь то граница государства на карте или воображаемая в сознании человека. Вот одна из работ «Треугольник» — это тема «Треугольники в жизни», да, например, «Две женщины-мужчина» либо еще какие-то ситуации. Это тоже все про границы. В своей работе я как бы попытался представить много разных ракурсов, много, несколько границ, как минимум три. Любые интересные действия, они всегда происходят на границе между какими-то понятиями, да, там, абстракция, либо там, реализм, да, либо каких-то таких вот пограничных вещей. В творчестве Евгения Мигачевой красный цвет — это и национальный символ, и синоним красоты. Не случайно эти слова когда-то считались однокоренными. В картине использовались такие материалы, как лазерная резка, бумага, декоративные нити. Кокошник сделан в русском стиле, где использованы нити, бусины, различные стразы. В планах у организаторов этой выставки и другие концептуальные экспозиции. В качестве площадок рассматриваются специфические для искусства объекты. От холла, отеля и фитнес-клуба до кафе и, быть может, приемной важного человека. Главное, чтобы место было проходимым. Тогда возможность познакомиться с современным искусством получит большее количество людей.